Всем кунишуа, с вами Акира и пока мой этакий небольшой отпуск подходил к концу, если чё, ещё не подошёл, но осталось совсем чуть-чуть, я решился наконец-то узнать, кто это такой ваш хаус-флиппер. Хайп, конечно, давно прошёл по всей этой штуке, но до меня сама игра дошла только сейчас, и начинается всё с этого. Это, если чё, офис и сам геймплей-седетворение представляет из себя этакого дядя Толю с третьего подъезда, которым играем мы, делая сантехнику за бутылку... Кхм-кхм, чая. Вот наш ноутбук, и сюда к нам поступают всякие письма от различных людей, которым мы можем помочь. Кому-то покрасить стены, где-то сняли дома и устроили вечеринку века, засрав абсолютно полностью всё, и уважаемый владелец просит нас прибраться в комнатах. И тут на самом деле сложно сказать, райская ли это игра для частюля, или наоборот кромешный ад, поскольку из локации в локацию мы попадаем в лютый пиздец, где жили явно нелюди. И я, как хикан третьего разряда, делающий на секундочку ремонт и квартир за бутылку чая, из раза в раз испытывал кровешное охуевание, потому что, извините меня, я даже близко как бы не старался и не устраивал подобное где бы то ни было. Однако факт остаётся фактом. Мы бегаем от одного дома к другому, и каждый раз нам поручают различные задачи. И постепенно повышая свою квалификацию, а именно уровень и прокачивая себе разные перки, к нам начинают поступать более дорогие требования. Уже вместо того, чтобы просто кратить стены, мы фулово начинаем делать ремонты. Да, тут есть прокачка, и в зависимости от выполнения тех или иных действий мы можем вкладывать очки навыков в тот или иной тип работы. Да куча игра также позволяет взяться за чей-нибудь дом на карте и помочь обустроить его какой-нибудь семье, помогая им в некоторых вопросах касательно комнат. Плюс ко всему также мы можем покупать свои дома, зарабатывая деньги на различных ремонтах и выносах мусора, вслед за чем обустраивать и их, а после уже возможно даже продавать на аукционе. Только в этом есть небольшое свое но, ведь я обустроив свой дом, вложив в него душу, потратив полтора сука часа, узнал, что получу всего лишь жалких 9к прибыли. На тот момент 9к валюты я получал тупо выполнив на отъебись за полчаса какой-нибудь заказ. Спасибо игра, это балансно. Куча мебели, всяких настенных и напольных покрытий, что дает просто массу простора для креатива, поскольку ассортимент всякого разного позволяет что не на есть построить дом своей мечты. И почему видео называется «Никогда не играю в Хаус Флиппер», наверное спросите вы, и предположу, что думаете, ну скучно какая-то херня или кринж какой-то, но нет. Поскольку, во-первых, если ты любишь симсы обустройство своей лачуги там, то тебе вообще противопоказано играть в подобное, ведь игра поначалу хоть и кажется несколько душой, но потом начинает затягивать. Заходя в неё тебе кажется, что ну ладно, там минут 20, полчаса и окей, пойдёт. Но вскоре игра, уже третий час, ты приходишь к осознанию, что чё-то, сука, пошло не по плану. На словах это действительно всё звучит нудно, но каждый выполненный заказ приносит тебе прибыль, которая приносит тебе дома, которые ты можешь обустраивать как тебе захочется. И казалось бы, ладно, всё, пора остановить это. Но потом ты открываешь магазин, и тут тебе предлагают покрасить стены в любимый цвет, повесить огромный телевизор на стену, поставить вот сюда стол, на который ты поставишь ПК, потом тут ставим душ, здесь плиту, и сука, игра отпусти, пожалуйста, блять. Но нет, ведь ты понимаешь, что тебе не хватает на дорогой холодильник, но тебе уже заказы летят по 15 ка, и ты испытываешь тонкс, понимая, что стал успешен. Также тут стоит учитывать и некое погружение, ведь условные установки раковин, душевой и прочего-прочего приходится делать тебе, как в реальной жизни. Только если кто-то поднимается на всяких программах, кто-то игровой разработчик, а ты понимаешь, что начинал делать тёти Тани за бутылку, чай, сантехнику, а уже имеешь дачу, пару пентхаусов и даже, сука, дом на луне, и всё это благодаря креативу. Есть такие жанры, как кликеры, экономические симуляторы, сюда же можно принести игры-сервисы, и как думаете, что их объединяет? Всё управляется мышью. Нет, 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 точно, в них есть различные очки, нет, это тайм-киллеры. Игры, существующие в этой вселенной, чтобы скоротать время в ожидании. И Хаос Флиппер это просто ярчайший пример подобного рода игр, который, замечу, подойдёт не всем, но мне не сказать, что всем себе нравилось обустраивать квартиры, но часа два-три улетают просто как не бывало. Плюс какой-то момент записывав футажи для видео, мне стало мало и скучновато, поскольку музыка реально оставляет желать лучшего, и... Субтитры сделал DimaTorzok Так о чём я? О том, насколько вы любите покупать всякие штуки в различных интернет-магазинах. Ну, любите же, ну, кто из нас не любит? Ведь тут он позволяет выбирать даже грёбанный размер условных часов, которые можно повесить на всю стену, чтобы они тебе всегда напоминали, что... Алло! Ты уже в этом договарты, по-моему, играешь? А что же ещё есть сцепляющего в игре? Она, как ни странно, позволяет снять стресс. Поскольку лайфхак и подсказка на будущее, вырубаете музыку из игры, ставите что-нибудь своё и выполняете задания. А если уж какому-нибудь из них попадается задача в духе сломать стены, то это конечное, поскольку они не просто удаляются, а имеют разрушаемость. В мире, где вот-вот грядёт киберпанк, ведь осталось всего жалких полторы недели, можете написать мне в комментариях, какой чёрт, что я такой взял, вот, и сказал это, его опять перенесли, существует это, что, к слову, поможет убить время в ожидании того самого. А знаете, чё вот я жду? Уже пятую минуту жду. Пятую. Когда ты, конечно же, нажмёшь так долго подписаться, ведь как только доберёмся до 5к, я покажу на стриме дядю Толю в ИРЛ. Я не шучу. В игре есть прогрессия, но она здесь не под видом, что, мол, у тебя закрыта мебель и открывается по пути, а всё более интереснее, ведь открыта она вся, вопрос лишь заключается в том, чтобы заработать денег на что-то конкретное, что, к слову, гринется тут без проблем. Плюс каждый купленный дом, естественно, больше предыдущего, что открывает всё больше простор для того, чтобы нафигачить себе ходячий замок, а... потом осознать, что за это время можно было навести порядок у себя в комнате, да... да не суть. Ведь если конкретной задачей являлось убийство военного количества времени или просто снятие стресса, то она, с большой вероятностью, будет выполнена, в чём, к слову, обычная уборка не всегда поможет. Что касается реализма в игре, тут забудьте. Не повторяйте эти трюки в домашних условиях, уверяю, никто из вас... Никто. Из вас. Из всех. Не сможет сделать ремонт частного дома за полдня. Никто. Хоть игра и даёт понять максимально базовые вещи, которые, думаю, и так знает каждый. Задание, уборка, покраска стен, заработок денег и дом своей мечты. Лютый таймкиллер, способный снять стресс, который не требует силен к железу, если у вас, конечно, не пентиум. Эм... Если чё, как ценитель пентиумов, стоит вот тут неподалёку... Эм... Проверял, не потянуло. Не пытайтесь. И, конечно же, не упомянул самое важное, ведь игра может принести ей пользу. Ведь если ты являешься дизайнером интерьера, то тут тебе дают большие просторы, опять же возвращаясь к слову, креативить как угодно. Что может поспособствовать улучшению навыков эстетики и прочего, да и непрошарь им даст осознать, каково это работать в подобной профессии. Да это, конечно, может показаться легчайшей задачей, но порой, скажу по своему опыту, не знаешь чего куда впихнусь, поскольку тебе даётся небольшая площадь, на которой тебе надо разместить что-то определённое, и оно как назло не помещается. В этом случае приходится искать выходы из ситуации, если, конечно, будет желание добиться именно какого-нибудь крутого результата. Минусы в игре определённо есть, и, конечно же, не стоит в этом всём деле прям подолгу засиживаться, ведь в определённый момент весь геймплей превращается не более чем в рутину. С чего, конечно же, и стоит сделать вывод о том, что игра не про то, что ты сидишь в ней с десяток часов ежедневно, а просто в свободное время чилишь под любимым эмузоней, изобретая уютное по собственным предпочтениям жилище. Ну и поскольку формат в какой-то степени новый для канала, будет годно увидеть ваш фидбэк. Услышимся! Ну и да, конечно же, я не поленился сделать вот это вот. Вот это вот. Да. Вот теперь услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok